От такой красоты дух захватывает. Раскинулось русское поле с ромашками. Кажется, что сейчас здесь появится та самая буренка из рекламы. Очень уж картинка сочная и фотогеничная. И кто поверит, что это полигон твердых бытовых отходов, который работал с 70-х годов, и за 40 лет здесь скопилось более трех миллионов кубометров мусора. Глава округа Андрей Иванов регулярно контролирует работы, которые здесь проводят, и сроки их окончания. Сейчас он выясняет у подрядчика все детали биологического этапа рекультивации полигона. Сложные термины только подтверждают. Проект масштабный и ответственный. Техническую часть рекультивации полигона завершили в декабре прошлого года. Теперь идет этап биологический. Территорию засеивают многолетними травами, выбирают все растения, которые способны очищать почву. Основная задача – ликвидировать накопленный экологический вред. Подрядчик обслуживает все оборудование, систему сбора и транспортировки фильтрата, станции глубокой очистки и обессоливания. Также проводит техническое обслуживание системы сбора, дегазации и обезвреживания свалочного газа. Регулярно меняются фильтры и другие комплектующие. Ведется постоянный экологический и геодезический мониторинг. Ну и, конечно, особое внимание охране объекта. Этим занимается специализированный ЧОП. Также контролируют весь процесс инженеры. К сезонным работам сотрудников становится еще больше. За время рекультивации сформировали новое тело полигона, обустроили его экран и подпорную стену, которая не позволит распространяться отходам на пограничные территории. Провели монтаж газоочистительного оборудования и очистных сооружений фильтрата. Хорошо видно сейчас работает факельная установка. Это исключение запаха. То есть полигон и в момент эксплуатации, и в момент срывно-монтарных работают очень сильно пах. То есть сейчас система собрана, запущена. То есть полностью весь газ, который вырабатывается в рамках биологического процесса в теле полигона, у нас направляется на высокотемпературные факельные установки. Людям помогает тяжелая техника. Поливомоечные машины, оборудование для покоса травы и уборки территории. Биологический этап продлится 4 года. После этого территория станет безопасной для посещения. Дмитрий Потапкин, Алтыная Румбаева, телекомпания Одинцова.